В Троицкий венок всяк в полетай свой цветок. В эти выходные на территории архитектурно-этнографического музея Василёва Торжокского района состоялись троицкие гуляния, на которых побывала и наша съёмочная группа. Прямо сейчас смотрите репортаж с места событий. Народные промыслы, шуточные забавы, русские народные игры. Фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния» проходит уже в 27-й раз и по праву считается одним из самых ярких праздников этого лета. А начиналось всё с маленького конкурса, который расширял свои границы и теперь принимает участников из разных городов России. Фестиваль объединил фольклорные, народно-певческие, танцевальные ансамбли, частушечников, кукольные цирковые коллективы, военно-патриотические клубы из Тверской области регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. География посетителей от Крыма до Курил. Поэтому мы с удовольствием всегда и организуем, и ждём всех на нашем празднике «Троицкие гуляния». Мы приехали первый раз на фестиваль «Троицкие гуляния» для того, чтобы погрузиться в атмосферу настоящего большого народного праздника, который проходит в естественной для этого праздника обстановке, на природе, с большим количеством людей, которые объединены народной песней, любовью к народной культуре, в красивых национальных костюмах. И вот масштаб этого праздника, он, конечно, нас впечатляет. Разгуляться гостям на этом празднике было где? Под открытым небом. В Василёве работали 20 площадок, где можно было узнать о секретах старинных ремёсел, о традициях русского быта. В рамках самого праздника состоялся ещё один фестиваль, название которому дали «Троицкие обереги». Нам очень приятно, что Государственный Российский Дом народного творчества в год культуры наследия народа в России, который объявлен президентом, проводит очень масштабные и интересные события в регионах России. И вот одно из первых событий сегодня ваши троицкие гуляния в Тверской области, которые уже давно зарекомендовали себя в стране, принимают в очередной раз, в седьмой раз, конкурс «Троицкие обереги». В своё время мы задумали его как конкурс, который не будет связан с каким-то конкретным событием, как Троица, допустим. Поэтому он будет транзитным. И в этом году по решению комитета организаторов «Троицкие обереги» после старта в Тверской области поедут в Подольск, а завершатся в Воронеже в октябре. Эту идею в своё время горячо поддержали в Министерстве культуры Российской Федерации и в правительстве Тверской области. Ведь этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа. Самобытной культуре Тверской области служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения, уверен губернатор Тверской области. По мнению Игоря Руденя, фестиваль необходимо развивать так, чтобы как можно больше людей приобщались к народному творчеству и гордились своей малой родиной. Всего же в этом году праздник в Василёве посетили 10 тысяч человек со всех уголков России.